Билборды на улицах Москвы. Рассказывают о подвиге врачей, о необходимости мыть руки и о поправках в Российскую Конституцию. День голосования, намеченный на 22 апреля, перенесли, но моральные авторитеты остались на страже главного закона России. Все эти баннеры не информируют, а агитируют. В этом уверены организаторы общественной кампании нет. Они выступили против поправок в Конституцию и написали жалобу в Следственный комитет. Центральная обратная комиссия, она имеет право информировать о проведении преферендума, но она не имеет права агитировать за одну или ту сторону. Это прописано не только нормами закона, но и нормами финансовых правил. Эпидемия коронавируса не помешала рекламной кампании, считают в движении в защиту прав избирателей голос. Напротив, теперь коронавирус используют в рекламных целях, как, например, в этом ролике, появившемся недавно на просторах интернета. Вирус пришел, значит, потом, естественным образом, должна появиться родина-мать. Высокие зарплаты, лучшие условия труда мешало. Вот, пожалуйста. И это все будет закреплено в главном документе страны. Всеобщее голосование изначально было похоже на пиар-акцию, рассказывает член совета движения «Голос» Роман Удот. А теперь еще нарушили и принцип равноправия. На стороне поправок выступили известные актеры, с ними записали рекламные ролики. А сайт противников поправок напротив заблокировали. Хорошо, вы дали деньги на агитацию за поправки. Дайте тогда такое же количество пивоваров, уголямины. Пускай они агитируют против. Почему вы их блокируете сайты? Инициаторы проекта нет, блокировку сайта пытаются оспорить в суде. А пока планируют провести митинг, в повестке которого выступление и против поправок в Конституцию. Из-за эпидемии коронавируса протестная акция пройдет, правда, в онлайн-режиме, в интернете. На следующей неделе запланирована трансляция в YouTube. А Следственного комитета, куда направляли жалобы активисты, ответа пока не поступило.